Приветствую всех, дорогие друзья, с вами Асина, и мы продолжаем играть в столь замечательную игру, как Prince of Persia, The Two Thrones. И, собственно, нас впереди ожидают шипы, а позади ожидает огромное количество очень неприятных вещей, которые произошли с принцем. И мало того, что вернулся визирь, возвращение которого совершенно никто не мог предвидеть, так еще и этот самый визирь взял и убил любимую женщину нашего принца. Я даже не хочу особо ничего комментировать, потому что визирь на самом деле, да еще факурст, я помню его по первой части, он меня раздражал, он меня бесил, естественно. Так, ну а мы тем самым временем чисто интуитивно двигаемся по уступам. Угу, спасибо большое, полочка, что решила обвалиться. Так, куда дальше? Ага, все хорошо, я уже хотела прыгнуть на самом деле назад, и наверняка полетела бы в пропасть с воплыми и криками. Печаль, тоска, грусть. Хочу сказать, кстати говоря, насчет графики. Я просто совершенно не помню, как выглядела данная игра на ПК. Я играла на ПК только однажды, а так, в принципе, постоянно играла именно... А так постоянно играла в неё на своей PlayStation. Поэтому мне кажется, что там она выглядела как-то более ярко что ли. Но это за счёт размытия и за счёт отвратительного телевизора, на котором я играла. Ладно, Калина, так, к сожалению, песок рассыпалось, да и меня ещё подразило немножко. А еще у нас есть же кинжаль Времени, кинжаль Он дарит мне столько Воспоминаниях о славных днях, когда я играла В первую часть Так Ловушки сейчас Такие, причем они находятся во дворце Вроде бы дворец должен охраняться Самым усиленным Образом, но нет, они самые простые То, что будет дальше, это хо-хо Это просто страх и печаль Ну и так же, естественно Разбивая какие-либо предметы Мы с вами получаем песочек Для того, чтобы наполнить наш кинжаль Который будет отматывать время вспять Здравствуйте, мужчина рогатый Слушайте, они очень быстро умирают Мне это не нравится Ну ладно, еще одну проверку Даю целой серии А там, если что, переключаемся на хардкор Смасшедшая женщина Вот-вот Не лезь Не в свои дела Кстати говоря Самый первый Самый первый приз Который мы с вами получили вы получили 10 песчаных кредитов. Ну, это, можно сказать, какого-то рода ачивка в данной игре. Блин, рогатый ты, ну, на самом деле, какой-то... Эээ, слышь? Вот так вот тебе. Спрогиба практически. Так, давайте подумаем, что нам делать дальше. Куда прыгать? Куда нас путь зовёт? А, вижу. Вижу, вижу, путь куда зовёт. На самом деле... Окей, я не буду... Я забрал камину с острова времени и изменил ход истории. И если у меня не было песка времени, значит, я не путешествовал в Азад и не убивал визиря. И вот он жив. И им движется тоже безумное желание. Я обещал, что с ней будет всё хорошо. То есть у принца сейчас в очередной раз помутился рассудок. Ему надо опять время вспять поворачивать для того, чтобы свою любимую вернуть. Но получится ли это? Вот в чём вопрос. Ну, собственно, это главный вопрос игры практически. Вопрос вернуть всё на круги своя, чтобы Вавилон, естественно, не пал под воздействием визиря. Чтобы Калина была жива и, может быть, она может быть только жива из-за того, что она не встретит принца. Это такие рассуждения. Я всё дальше углубляюсь во дворец. И я всё дальше от врага. Моя рука! Что случилось? Что со мной сделал визирь? Я не... Круг замкнулся. Принц воскресил своего величайшего врага. А что ещё хуже, он случайно предал меня в его руки и на Вавилон обрушился кошмар. И как будто бы этого было недостаточно, принца самого чуть не поглотили пески. Он избежал гибели, но больше не был таким, как раньше. Проснись, принц. Проснись. Проснись. Путь назад закрыт, так что тебе придётся найти новый выход из этих стоков. Не мешкай. Шевелись. Спасибо тебе, мой внутренний голос, который стал звучать. Так что ласкает мне слух. Итак, друзья мои... Что? Кто здесь? Ведь главная суть этой игры в том, что принца теперь будет не один, а целых два. Светлая сторона и тёмная сторона. Я понимаю одну вещь, то, что если бы разработчики смогли реализовать свою идею первоначальную, то игра бы совсем, наверное, с точки зрения сюжетной, вышла бы шикарная, но... Будьте здоровы. Доски скользкие. Помни о равновесии. Хорошо. Но в то же самое время тёмный принц, а именно он будет нашим вторым альтер-эго, получился настолько харизматичным, что он является одним из моих самых любимых персонажей. А вы знаете моё отношение к принцу персидскому? Я его очень сильно люблю. А тёмного принца люблю ещё больше. Итак, хорошо. Непонятный голос звучит в нашей голове. А нам с вами нужно выбраться из калуаров местной канализации, очень сильно напоминающей мне, не знаю, Александрийскую канализацию. Я, по-моему, об этом уже разговаривала даже в самой первой части. А, воу-воу-воу-воу-воу. Уже, мне очень-то по нраву свет. Хорошо. Хорошо. У меня есть самая главная система. Система стены. Нет, нет. Не такая. Та-та-та-та-та-та-та. Заманивай их на свет. Убивай, пока они слепы. Да я стараюсь. Иди сюда. Что это вообще за тролли такие? Ху-ху! А, он действительно, он слепо не увидит ничего. Чудо из чудес. Только пары очень быстро уничтожаются. Кстати говоря, мне кажется, здесь было больше врагов. Или... Я вообще в ПК-версию играла очень мало. Поэтому ничего не могу по поводу неё сказать. Но по сути они не должны ведь отличаться. Флин, не надо, не надо. Мне показывают свою хостю угловатую, но всё равно очень красивое тело. Я же женщина. Так, а мы пока что знаем, как я понимаю, только возврат. И всё, и больше ничего. Так, окей. Неудобно. Всё-таки подобного рода игры должны быть заточены под геймпадом. Не то, что должны быть. Очень странно, почему он у меня не видится, хотя и в настройках есть. Сим-Сим, откройся. Как-то тихо, спокойно в местной канализации. Я думала, что здесь будет толпа врагов. Орды нечисти всевозможной. Но нет. Крыньк. Так. Стоит осмотреться. Наверняка терять всевозможные полезные штуки мы с вами не вознамерены. Так. Фух. В отличие от той же Лары Крофт, которая настолько сильно не примагничивается, принц меня всегда радовал своим. Своей невероятной особенностью. Магнисятся к предметам. Почему я говорю, гуська? Давай, давай, Агера. Я воспитана уже на ваших ловушках. Странно, что даже пока что фейлов нет. Ну, это я зря сказала. А, понятно. Низ. Так. Окей. Знакомьтесь, это мой самый любимый герой в этой части. Так, нажмите... Что? А, точно, конечно же. Теперь у меня есть такая великая вещь, как цепь. И что мне это дает? Я слабею даже, когда сражаюсь. Так, убивай. Отнимай их, если ты подъебуешь свою. Я пытаюсь. Я пытаюсь. Что я делаю вообще, если бы я могла понять это? Ну, темный принц, это просто... Это нечто. То, что он вообще творит периодически при помощи своей цепи. Эй, а крутиться с цепью умеешь? По-моему, ты умел это делать. Он еще умеет как-то ее раскручивать. Ладно, потом научимся. Ну, хочешь отведать? Мои замечательные цепочки. Давай, давай. Так, у нас теперь будут встречаться вот такие вот монолиты, которые темный принц может перемещать, открывая всевозможные двери. Я надеюсь, это не навсегда? Навсегда, если ты хочешь. Я хочу. Нет. Я хочу. Я хочу. Я хочу. Я хочу. А ведь я играю за принца, поэтому... Можно я буду решать. Единственная беда, как вы уже видите, это да, то, что у нас отнимается здоровье со временем. Как песок исчезает из организма, принц может умереть. И это, наверное, самый главный минус темного принца. А так, все остальное сплошные плюсы. Ну, подпитка может встречаться абсолютно везде. Очаровательно. Да когда ж вы уже закончитесь, местные канализационные тролли? Я и так уже фабрику по производству топоров сделала. Эээээ, слышите, пожалуйста, господа. Господа, господа. Мне нужен ваш песок для жизнеобеспечения. Так, видимо, мы там откроем с вами... Ладно, время не надо терять. Здесь лучше всего думать быстро. Собственно, Тёмный Принц это, можно сказать, такое альтер-эго не только нашего принца, но и та самая маска. С Императрицией. В любом случае, ты можешь этому противостоять. Почти. Почти? Ты превратился в нечто весьма необычное. Так что, думаю, это подходящее слово. Думай об этом, как об уникальном даре. Ты стал быстрее, сильнее, уродливее. Ну-ну. Ну-ну. Что же это объясняет моё превращение? Но кто ты? Неужели ты ещё не понял? Я твои скрытые возможности. Тайные мечты. Я часть тебя. Ты? Ты во мне? Да уж, Принц сам немного офигел от всего происходящего. Но, однако, нам уже не впервые испытывать на себе тёмную сущность. И, собственно, вторая часть Варриера Видын показывала нам это весьма с примечательной стороны, когда мы надели маску. Всё. Тёмный принц покинул нас. Закончилось. Видимо, вода может снимать это проклятие. Но почему ты мне не сказал? Сказать или испортить всё... Потрясающе. Какой глупый фейл. Сказать или испортить всё веселье. Ой, да ладно. По-моему, всё... Всё гораздо веселее. Ну, давай. Выходи на свет. Недогоблин! Или давай в эффект стены сыграем с тобой. Эй! Я думала, ты как-то это сразу скрючишься. Да что ж такое-то? Давай, помри уже! Кто на новенького? Да нет же, принц! Ай, господи, боже мой! Осина, блок! Осина! Ты же выучила блок! На, получи в печёнку, в селезёнку. Ну, это классическая ситуация, когда я начинаю прыгать в непонятном направлении. Угу. Хорошо. Давай-давай-давай-давай, принц. Всё. So nice. А теперь, ребятки, по-моему, мы с вами можем сходить к секрету. И что отличает два трона от предыдущих частей? Ну, вообще, на самом деле, в первой части получения секрета, увеличения, точнее, здоровья, оно производилось наиболее просто. Здесь всё... Всё вроде бы просто. Вот мы идём, довольно-таки спокойно, тихие коридоры. Раз, два, три. Явно что-то тайное ждёт нас впереди. Но всё не совсем так просто. Потому что, в отличие от Варьер Ведын, здесь сделали одну свинью. Я помню, когда я играла первый раз, у меня это глаза на лоб полезли от происходящего. Да. И тут появляются лезвия. И ты думаешь, что? Почему? Господи, как такое может быть? Почему лезвие появляется после того, когда ты увеличиваешь своё здоровье? Это странно, но это так. Так, хорошо. И для того, чтобы получить наше увеличение здоровья, мы должны пройти вот этот вот весь... Отрезать. Да. Немножко нас глюкануло. Идём, принц. Давай же, мужчина. Не знаю. По-моему, это, кстати, не влияет на концовку. В отличие, опять же, от Варьера Ведын. Но так ли это, я не буду утверждать. Потому что совершенно не помню точного ответа. Угу. И всё. За занавесками остался секрет, который уже разгадан. Угу. Да, Калина. Именно отсюда. Так. Ну, а мы, если я не ошибаюсь, приближаемся к очень неприятному местечку, что будет именоваться улицами Вавилона. Которые безумно испещрены всевозможными неприятными штуками. Угу. Окей. Можно как-то постелсить? Вы меня не видите, я... Вы меня не видите. Всё, постелсить, по-моему, можно. Ах ты ж, козлище-то такое! Да что б тебя со своим, блин, луком перекорёжило? Ну, тебя, в принципе, и перекорёжило. Это меня немножко утешает. Когда принца коснулись пески времени, что-то пробудилось внутри него. Что-то коварное и загадочное. Что-то тёмное. Семь лет, проведённых в бегах, закалили принца и ожесточили его. Это подпитывало его второе яд, давало ему силы. И принца охватило желание подчиниться ему, ведь это было лучом во тьме, тем, что вело и утешало человека, потерявшего всё, что у него было. Но что нужно было тёмной стороне принца? Почему она помогала ему? На этот вопрос могло ответить только время. А с временем у принца очень большие проблемы. Как нам известно... О, не-не-не-не-не-не-не-не. Сделала аккуратнее. Ну вот мы и выбираемся на свет божий, так сказать. Улицы Вавилона ждут нас с вами. Очень много сохранений, кстати говоря, даётся. Вавилон, но так далеко. Когда я был ребёнком, отец рассказывал мне... Прислушайся, внизу что-то происходит. Это... Это визирь! Он был полностью изменён! Интересно. Он воспользовался силой песков, чтобы изменить свою обмюю. Эти артефакты позволят ему с лёгкостью перемещать солдат по городу. Кажется, он держит всё под контролем. Да, выглядит всё довольно печально. Я не позволю визирю захватить Вавилон. Это мой город. И мой трон! Будем мстить, не так ли? Он использовал этот луч как ворота. И я пойду за ним. Ну что же, ребятки, на этом моменте я с вами попрощаюсь, и мы продолжим следующей серии. Не знаю, насколько вы ожидали данное прохождение, насколько эта игра мне нравится. Боже мой! Я её безумно люблю. Ставьте пальцы вверх, если вас всё устраивает. И встретимся в следующих сериях. С вами была Сина. Всем пока-пока!